Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловича. Четыре года вопросов. Мир вспоминает жертв катастрофы MH17 над Донбассом. Когда будут приговоры? Расстрел средь бела дня. В Ривне на улице убили предпринимателя. Что известно об этом выступлении? Оглушительная ночь. В Кривом Роге взорвалась многоэтажка. Почему не все верят, что это был газ? Четыре года после трагедии малазийского рейса MH17. Во всем мире вспоминают жертв, чьи жизни оборвала запущенная в пассажирский лайнер российская ракета. Подробнее о траурных мероприятиях и о поиске виновных узнаем от Ирины Ивановой. Их фотографии снова заполонили интернет. Накануне печальной годовщины родственники погибших делятся с миром своим горем. На снимках улыбающиеся лица. Такими пассажиры и экипаж рокового рейса MH17 навсегда останутся в памяти родных. Сегодня родственники жертв и руководство Нидерландов собрались на траурные мероприятия в специальном мемориальном комплексе. Погибших почтили минутой молчания. В то самое время, когда сбитый самолет упал в Донецкой области четыре года назад. Среди жертв рейса MH17 196 граждане Нидерландов. На борту вылетевшего из Амстердама, но так и не попавшего в Куала-Лумпур самолета, были представители 17 стран. В августе 2014-го международная следственная группа в составе представителей пяти стран начала выяснять обстоятельства трагедии и искать виновных. Следователи скурпулезно изучали доказательства и анализировали данные из открытых источников. И пришли к выводу, малазийский Боинг был сбит установкой БУК, принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Свой промежуточный отчет следователи опубликовали в мае этого года. Конкретных виновников не указали, однако Нидерланды и Австралия сразу призвали Россию признать свою ответственность за преступление. Накануне четвертой годовщины этот призыв поддержали министры иностранных дел стран Большой Семерки. Мы полностью поддерживаем независимое уголовное расследование, которое ведут Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. И единогласно поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России отчитаться о своей роли в этом инциденте, сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких. Сотрудничать со следствием Россию призвали в специальные резолюции ООН и на саммите лидеров ЕС в конце июня этого года. Очень рассчитывал на поддержку США в давлении на Россию премьер Нидерландов Марк Рюте. Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки он выразил надежду, что ответственность за сбитой MH17 станет одной из тем в переговорах. Но этот вопрос не обсуждался. Пока мировое сообщество ограничивается призывами к России сотрудничать со следствием. Накануне годовщины трагедии МИД разных стран опубликовали соответствующие заявления. Бельгийское министерство иностранных дел называет расследование этого преступления своим приоритетом. Москва с выводами комиссии не согласна. Кремль отрицает свою причастность к уничтожению самолета. Как заявили в российском представительстве при ООН, Россия готова предоставить собственные контраргументы. Однако в Нидерландах не намерены ждать добровольного признания Москвой своей вины. Страна уже ведет подготовку к судебному процессу. Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Один украинский боец погиб сегодня на Донбассе. Еще один был ранен. Боевики уже шесть раз открывали огонь по нашим позициям. Стреляли Каменку, Широкино, Водяное. Сложная обстановка в районе Авдеевки. Все подробности узнаем от нашего военкора Игоря Левенка. Слышите? Да, слышим. Передовая недалеко от Авдеевки, район Донецкого аэропорта, стрельба здесь не утихает со вчерашнего вечера. Скорее всего лупят из терминала. Солдаты говорят, эта ночь была самой жаркой с начала перемирия. Наемники плотно поливали свинцом украинские позиции. Был реальный шквальный огонь, стрелковое оружие, опять же крупнокалиберные пулеметы, РПГ, СПГ, в том числе пару мин 82-х прилетело, так называемые лобанки. Вот это бетонное, видите, перекрытие лежат. Вот они прямо выходят сбоку и бьют по нашим позициям, ну через переходники 82-й миномет. Бойцам поступил приказ открыть огонь в ответ. Да, 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 они вчера, когда начали Алабаму закидывать, мы им тоже там поднасыпали немного. Ну мы со стрелкового, мы ничего не применяли, но стрелковое, да. Боец с позывным Варан на передовой выполняет обязанности военного медика. Говорит, у него появляется работа, если врагу вовремя не дать отпор. То есть были ранены, но бойцы провели, как говорится, очень, показали свои знания, скажем так, в медицине, и, естественно, боец выжил. Военные наблюдают, как наемники обустраивают новые позиции. Копают окопы, слышим и звуки техники, в том числе и тяжелые грузиничные, скорее всего, танки. Вот. А все этим занимаются. Ну мы, конечно, тоже занимаемся. Кстати, слышали, пуля пролетела. Вот это, вот это. Но армейцы уверяют, врагу здесь ничего не светит, кроме большой взбучки. Вломим. По полной не могу вломим. Да, есть чем, и средства есть, и средства, ну все есть у нас. Из Донецкой области Игорь Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Нападение на журналистку в Ирпине Киевской области сотрудницу одного из местных изданий облили зеленкой. Кто к этому причастен и почему виновных в подобных преступлениях не наказывают? Разбирался Богдан Вербицкий. Вот насколько нестерпный был боль, пекучий, что на первое, что пришло, спало на думку, на певно кислота. В рабочий день Ольги, журналистки информационного агентства «Погляд», подходил к концу. Женщина вышла на улицу обсудить с коллегой рабочие моменты, но внезапно на нее напали. Мы сидели на лавке, мы говорили, говорили, потом она подошла по телефону, я пошел сюда. А она, видно, закончила разговор, шла сюда, вот на этом месте. Напад стався, несподіванно, сбоку, людина бігла, и с рощином зеленки, еще какой-то химичной речевиной, и намагалися залить очи. Пошкодили частково одне око, лекарі констатували химичный опек. В этой кофтине я была, то есть, как видим, тут сумеш зеленки. Говорит на камеру, пострадавший отказывается, признается, бережет спокойствие своих родных. А нападение им ни слова. Главной причиной преступления считает свою деятельность. Так же считают и в издании Ольги. Подобные действия по отношению к журналистам в редакции фиксировали не раз, а на расследование по горячим следам в издании не надеются. Ровно год назад на этом же месте сбили местного адвоката. Виновных до сих пор не нашли. Но от случаев с Ольгой все может быть иначе. Нападавшего зафиксировали камеры наблюдения. Он отчетливо виден на этих кадрах. В полиции Рпеня его уже ищут. Полиция вчера приездила. Правда, приехала она хвилин за 40 после нашего выклика. В результате вопроса, что до внесения в ЕРДР за однаками злочину передбачено статтёю 296, частью 1, в станах хулиганства. Остатурная квалификация будет зависеть от того, чьи есть телесные ускорения, чьи нет. И срок будет решиться уже по завершению досудового расследования. В случае нападения на журналистов становится в стране уже обиденным делом. Об этом говорят в Национальном союзе журналистов. В первом поле 2018 года в Украине стало 45 нападов на журналистов. Это имеются на увазе физические атаки. Я больше согласовываю в Киеве и области. Днепропетровская область, например, Кам'янске, випадками подпал автомобилей журналистов. Главная причина такой вседозволенности – виновные наводения на журналистов не несут наказание. Можно на пальцах одни руки пораховать випадки, когда нападника на журналистов реально покарали. Это могут быть и чиновники, это могут быть и местные депутаты, это могут быть и представители правоохранительных органов. Они чувствуют властную безкарность. Согласно официальным данным, в прошлом году зафиксировали 90 случаев агрессии против журналистов. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». В Ривне сегодня средь бела дня убили местного бизнесмена. Мужчину нашли мертвым на охраняемой автостоянке возле рынка. Что известно о жертве этого преступления, выясняли мои коллеги. Звук выстрела на улице Небесной сотни в центре Ривного никто не услышал. Неизвестный, спрятавшись на автостоянке, поджидал мужчину, который пришел забрать свой автомобиль. За пару метров от машины в него попала пуля. Тело полицейские нашли уже между припаркованными машинами. В полиции уверены, что киллер тщательно готовился к преступлению. Відомо те, что злочинец выстрелил в жертву трьма пострелами. Під час огляду зафиксованы наявні вогнепальні поранення грудної клітки. На місце події выявлено три гильзы калибру 9 мм. Точно можу сказать, что це пострелы были з пистолета. На місце преступлений эксперты собрали всевозможные вулики, которые помогут установить личность убийцы. Несмотря на то, что стоянка находится возле местного рынка и торгового центра, здесь всегда много людей, преступнику удалось скрыться. Правоохранители подозревают, что у стрелявшего был соучастник на машине, который и помог сбежать. Личность погибшего установить удалось сразу. Он раньше привлекался к уголовной ответственности. Також про жертву відомо те, що він займався підприємницькою діяльністю, в тому числі і пов'язану з бурштином. На даний час мотиви встановлюються. Судовий був раніше за незаконне заволодіння транспортною засобою. І знаний чоловік в кримінальному світі. Это второе дерзке убийство в Рівне, совершенне среди біла дня. Неподалеку от места этого преступлений на улиці набережной застрілили тоже местного жителя. Ему було 30 років, а так не стріла, а мужчина скончался в скорой. Убийцю до сих пор не нашли. Местні жителі такими происшествиями шоковані. Говорять, що скоро страшно буде виходити на улиці. Це дуже страшно. Я не знаю, я взагалі це взагалі. Це гуржа судді. Гуржа судді, що робиться. Гуржа судді. Чорний шли мертвого на цьому набережной. Сьогодні вже були тут, а там горить все, там палять, там стріляють. В городі і по області объявили план перехват. Поліція сейчас работает в усиленном режимі. По факту умышленного убийства начато досудебне расследовання. Убийце грызит до 15 лет тюрьмы. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробності телеканал «Интер» Рівна. Отключення воды в Днепре не буде. Об'єднє на своїй страниці в Фейсбуці написав мэр города Борис Филатов. Так он отреагировав на панику, которая поднялась в городі после того, как водоснабжающее предприятие сообщили о прекращенні подачі воды із-за отсутствия хлора. Єдинний його производитель в Україні, Днепр Азот, остановив роботу місяць назад. Із-за цього возникла нехватка хлора по всей Україні. Як сообщил Филатов, на сьогодні Днепроводоканал получил необхідний запас реагента на 9 дней і ожидається поставка ще 7 контейнерів із-за границей. Власти города заключили соответствуючі договори. Хлор, поставленний за рубежа, он несколько дороже. Якщо раніше б там приобретали хлор по цене 29 тисяч гривень там за тонну, то с учетом доставки растаможки хлор, который поставляється за рубежа, это Венгрия, Румыния, його ориентировочно ожидаємоя стоимость где-то буде порядка 38-39 тисяч гривень за одну тонну. Более 60 млн гривень должен Нафтогазу Коростень Житомирской области. Соответственно, отопительный сезон в городе под угрозой срыва. Есть ли шанс найти деньги до осени? Почему возникла такая ситуация? Разбирались все наши корреспонденты. 64 млн гривень задолжал Коростень Нафтогазу. Если в ближайшее время долги не погасят, город может остаться без тепла. Страфные санкции несвоєчасного оплату. Це позови, це виконавчі листи, це блокування рахунок, що дає неможливість взагалі функціонувати, працювати підприємству. А місто чим? Якщо немає лімітів, то немає тепла. І, звичайно, немає газу, немає тепла в місті. Тому сьогодні ця задача, мабуть, стоїть перед всіма теплопостачальниками в Україні. Із-за завышених тарифів на тепло у людей просто не хватає денег, щоб оплачувати комуналку. А все із-за государственной политики в сфере енергетики. Взагалі заборгований за газ сьогодні є в усіх тепломережах всієї України. Так система побудована, що похоже, що замкнутокругу ніхто ніколи не вийде. Більше того, нам про це говорить, це спеціально так зроблено, щоб його не вийде. І щоб нас весь час тримали в підрішеному стані. У нас, якби, субсидії багато питань вирішують. Але те, що я починав вирішувати норми сьогодні, знизили норми на субсидії. І навіть маючи субсидії, люди доплачують 500-800 гривень в місяць. Але пенсіонер, який отримує там 1600 гривень пенсії, і така доплата по місяць дуже велика, це я теж не можу потягнути. І просто фізично населення не може проплодити. В АП-блокі утверждають, деньги можна було взяти з обласної казни, но регіональним властям, видимо, не до этого. На жаль, сьогодні Житомирська обласна державна адміністрація з того органу державної влади, який мав би відстоювати, захищати інтереси громад області, інтереси людей, відстоювати інтереси області, перетворився, обласна державна адміністрація перетворилась на виборчий штаб одного з владних кандидатів, однієї з владних партій. Всі свої зусилля направили виключно на підготовку виборів, замість того, щоб відстоювати інтереси сьогодні області, готувати область до зимы. Щоби розібратися в ситуації з отоплением, лідер АП-блока Юрий Бойко встретився з главою Коростеня, директором і работниками містного коммунального підприємства. Политик утверджає, решити проблему можна. В першу чергу, государство должно погасити долги по субсидиям перед містними бюджетами. Інакше городським властям придет собрать деньги на выплату задолженностей із других соціальних программ, в частности по здравоохранению і образованию. Заложниками космических тарифів, заложниками непредсказуемої політики правительства і сниження субсидий стали все. Местні бюджети, громады, жителі просто країни. Тобто ситуація, коли підняли бездумно тарифи, субсидий не вистачає, і починають відключати міста, вкладати штрафами за должність містного бюджету. Город вимушен буде розчитуватися за счет привлечення містного бюджету, который, власне, направлено совсем на інші нутри. На розвитие медицины, на учебники, на лекарства, на помощь соціальну. А він буде повинен платити за газ, тому що такі драконовські тарифи. До начала отопительного сезона город сможет погасить около 40 млн грн долга. Но що делать с остальной суммой, пока не знают. Ксения Барвиненко, Алексей Шматов, подробності, телеканал «Интер». І 47 млн грн премії за прошлый год получил глава «Навтогаза» Андрей Коболев. Об этом журналистам издання «Украинський новин» стало известно із годового отчета этой кампании. В общей сложности топ-менеджер «Навтогаза» получили 127 млн грн бонусов. Это при том, что эксперты считают, что компания несет убытки. Все детали в нашем материале. Сообразили на шестерых. Журналистам удалось выяснить, как топ-менеджеры «Навтогаза» разделили между собой 127 млн грн премий, которые сами себе выписали в прошлом году. Вот они, счастливчики. Больше всех 47 млн грн получил глава «Навтогаза» Андрей Коболев. Кстати, после этого ему в компании даже купили бронированный «Кадиллак». Еще почти 50 млн разделили между собой замы Коболева Сергей Коновец, Сергей Перелома и член правления Юрий Колбушкин. 24 млн грн досталось руководителю «Укргаздобычи». Еще 10 – гендиректору «Укртранснафты». В компании такие премии объясняют успешной работой. Якобы за прошлый год там заработали в стране аж 39 млрд грн. Однако эксперты утверждают, на самом деле газовый монополист должен был получить более 30 млрд грн убытка, если посчитать субсидии украинцам. Этот доход больше виртуальный, потому что он фактически происходит за счет того, что все вытраты по субсидиям, по дотациям фактически для населения, для теплоэнерго, несут на себе бюджет, несут уряд фактически, центральный бюджет. 65 млрд грн – это вытраты на газ и тепло. То есть 65 млрд грн минус 39 млрд грн, вот фактически выходит почти 30 млрд грн. Поэтому это реальная эффективность компании. Именно простые украинцы – главный источник пополнения карманов руководства «Нафтогаза». Премии «Кадиллаки» и в добавок зарплаты по несколько миллионов в месяц – все это идет из платежек за коммуналку – по 7 тысяч грн за тысячу кубов. При этом цена добычи нашего же газа, который мы потребляем, в несколько раз меньше. Украинская компания, которая продает этот газ «Нафтогаза» и выдобывает его, они официально в своих звитах демонстрируют, что у них суббивартость выработки газа становит 48 долл. То есть 1300-1400 грн. И, соответственно, с всеми другими дополнительными складовыми максимальная цена на газ могла становиться до 3,5 тысяч грн. Премии на завышенных тарифах топ-менеджера «Нафтогаза» начисляют себе уже далеко не впервые. После победы в споре с «Газпромом» в стокгольмском суде руководители «Нафтогаза» выписали себе поощрений почти на 1 млрд грн. Правда, ни одного доллара из якобы выигранных 4 млрд 600 млн. мы до сих пор так и не получили. Сейчас российский газовый монополист оспаривает вердикт в суде. Однако это наблюдательному совету компании поддержать выделение премий не помешало. Есть наблюдательный совет, который по каким-то причинам, иностранцы в основном заседают, он соглашается и идет на поводу управления «Нафтогаза» и выписывает эти огромные премии. Конечно, их размер совершенно неадекватен общему уровню доходов львиной доли граждан Украины. Это правда. Вот и все. То есть никакого объяснения национального, экономического я в этом не вижу вообще. Не исключено, что вскоре за многомиллионные бонусы руководителям «Нафтогаза» придется объясняться не только перед украинцами, но и перед правоохранителями. По словам генпрокурора Юрия Луценко, по факту начисления премий в ГПУ уже открыли уголовное дело. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер». Конструктивный первый раунд и продолжение уже осенью. Буквально час назад в Берлине завершились трехсторонние переговоры между Киевом, Москвой и Брюсселем относительно вопроса транзита российского газа через территорию Украины. Речь идет о поставках после 2019 года, когда истекает срок действующего транзитного соглашения. Основные вопросы – объемы, тарифы и условия. Ключевая позиция Украины – транзит газа должен осуществляться по европейским правилам. И вот как прокомментировали результаты сегодняшних переговоров их участники. Прогресс есть, но он есть с европейской стороны и с нашей стороны. Про что мы договорились и что изменит очень много в наших следующих отношениях с Европейским Союзом. Что для всех следующих контрактов возможных будут прямо, я подкрыслю, прямо застосовывать европейские правила. Что это означает? Что все европейские директивы будут застосовываться в Украине таким чином, чтобы, например, тарифы, они выраховывались не из стелли, а на основе решений нашего регулятора, а не как результат домовленостей и оборудок. Что если будут соперечки, то мы идем в Европейский суд. Мы решили разделить старые и новые вопросы и сконцентрироваться на том, как договориться о хорошем транзитном контракте на период после 2019 года. Мы поручим экспертам оценить потребности Европы в Газе на следующую декаду и проанализировать, как имплементация европейских норм в украинское законодательство отразится на будущем контракте. Валерий Запорожан уволен с должности ректора Одесского национального медицинского университета. Приказ сегодня обнародовала пресс-служба Минздрава. Почему было принято такое радикальное решение и как его трактует теперь уже бывший руководитель этого вуза? Подробнее в материале. В своем приказе чиновники Минздрава сообщают, с сегодняшнего дня ректор Валерий Запорожан уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Далее на официальном сайте пишут, назначили комиссионную проверку Одесского медуниверситета на предмет, как выполняются условия контракта Запорожана и вчера прибыли в вуз. Однако Валерий Запорожан безподставно не допустил комиссию до проведения проверки. Такие действия ректора свидетельствуют про отвертый саботаж и унеможливливают дальнейшую работу комиссии. Якобы недопуск комиссии и стал причиной увольнения. Но в самом университете утверждают обратное. Дескать, комиссию пустили, но у администрации вуза возникли вопросы к тому, как документально оформлена эта ревизия. К тому же среди проверяющих обнаружились общественники. Возник вопрос, законно ли представлять им информацию с ограниченным доступом. Более того, один из представителей общественности, который здесь представляет Конгресс украинских националистов, он нам кроме паспорта ничего не показал. У него нет никаких документов, которые подтверждают, что этот человек действительно имеет какое-то отношение к КУНУ. Но эти и другие замещания проверяющими приняты не были. Сотрудники университета начали звонить в Минздрав, чтобы урегулировать ситуацию. Но киевские телефоны ведомства молчали. При этом преподаватели показывают, члены комиссии до сих пор спокойно размещаются в одном из помещений вуза. Никто их не выгоняет. Не было ни попытки, ни допуска, ни самого недопуска. Они свободно перемещаются. Мы не препятствуем их входу-выходу от помещения ректората. Сами члены комиссии говорят, пока не готовы общаться с журналистами. А вот нардеп Николай Скорик считает, увольнение Валерия Запорожана – очередной пример произвола, которым занимается руководство Минздрава. В октябре должны пройти выборы ректора. И это попытка воздействия, влияния, давления на коллектив университета с целью не дать коллективу возможности проголосовать за Валерия Николаевича. Я считаю, что делать этого категорически нельзя. Надо дождаться октября месяца и дать возможность коллективу самим избрать себе руководитель. Что касается Валерия Запорожана, то сегодня на рабочем месте его нет. После очередной проверки из Киева, а до этого было с десяток подобных ревизий различных надзорных ведомств, состояние его здоровья резко ухудшилось, и ректора госпитализировали. Анастасия Крылатая, Вячеслав Никифоров. Подробности – телеканал «Интер» Одесса. В Украине нет системной социальной политики, а пенсионную и медицинскую реформы необходимо свернуть из-за их неэффективности. Речь об этом шла на выездном заседании комитета ВР по вопросам социальной политики. Все подробности в материале. К чему на нас все проблемы эти свалились, и к чему мы стали во всем виноватыми? Ведь, в общем-то, если бы финансирование было более достойное, то, наверное, было бы меньше проблем. Так херсонские врачи объясняют свою работу в условиях медреформы. Низкие зарплаты, нехватка специалистов – это общие проблемы лечебных учреждений южных областей Украины. Члены парламентского комитета по вопросам соцполитики уже провели выездные заседания в Херсоне и в Николаеве. Посетили медучреждения, пункты оформления субсидий и объекты соцзащиты. Пообщались и с работниками, и с клиентами. Пенсионерка Наталья Григорьевна жалуется народным депутатам на крошечную пенсию. Мне кажется, надо пенсию лекарства. То есть я пенсию отдаю на медикамент. Сложившаяся ситуация в соцсфере, уверен народный депутат Сергей Каплин. Результат неумелых реформ. Недоработки в новшествах здравоохранения, пенсионного обеспечения и назначения субсидий парламентарии отправились обсуждать на места. Чтобы из первых уст узнать, что на самом деле нужно людям. Благодаря такому подходу, к примеру, комитет в последнее время добился от Минсоцполитики серьезных решений. В том числе об автоматическом назначении субсидий онкобольным, а также тем, кто остался без зарплаты по вине работодателя. Кроме того, добились упрощенной процедуры оформления помощи при проблемах с пропиской. Бабуся или дедусь там прописала своих детей, своих внуков. И выписывать это очень сложная справа. Как правило, не хочет, чтобы в спадок дети получили это маином. Но она становится заручной системой и она не получает субсидий. И это так же очень серьезная проблема. Мы ее тоже с Министерством социальной политики сегодня вырегулировали. Обсудили на заседании медицинскую реформу. Народный депутат Наталья Королевская уверена, что кардинальные изменения в системе здравоохранения преждевременны. К примеру, Николаев обеспечен кадрами только на 60%. Мы должны реально понимать положение отдела здесь на местах, чтобы сначала было укомплектовано врачами, чтобы сначала прошли все ремонты, чтобы люди действительно получили доступ, понимали, внедрили страховую медицину. То, что сегодня происходит, это просто происходит уничтожение системы здравоохранения. Еще один болезненный вопрос – пенсионная реформа. В результате оптимизации штат пенсионного фонда значительно сократили. Работы стало больше. Люди свое дело знают, но из-за отсутствия технического обеспечения могут возникнуть трудности. Хуже не стало. Просто стала большая нагрузка на людей. Для решения подобных вопросов при комитете создали спецкомиссию, куда вошли ученые, ветераны, общественники и чиновники. Андрей Кровец, Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности – телеканал «Интер». Самая титулованная теннисистка в истории Украины Елена Светолина в перерывах между турнирами на три дня приехала в Украину. В Харькове ее атаковали фанаты и начинающие теннисисты. О чем рассказала первая ракетка Украины и пятая ракетка мира в нашем материале. На встречу с легендой мирового тенниса пришли и те, кто только лишь недавно взял в руки ракетку. Чтобы облицать с Еленой и чтобы послушать, как она играет в теннис и стать таким же, как и она. Мне нравится, что она устойчиво, сильно занимается. И она гонит по углам. Юные теннисисты подписывают фотографии и мячики. Какая фотография красивая она с тобой. Желаю тебе выиграть не из золота. Спасибо большое. Элина Светолина не скрывает, самое главное в спорте труд и железное самообладание. Нужно много терпения и, конечно, много тренировок. Это самое важное, потому что теннис такой вид спорта, что ты должен всегда оттачивать свое мастерство. Надо всегда быть в лучшей самой форме и быть готовым каждый день показывать свою самую лучшую игру. В Украину Элина приехала всего на три дня. Сейчас отдых. Она читает книги по экономике, ходит в тренажерный зал. Теннисистка говорит, на маленькие турниры не распыляется. Задача стоит только на большой шлем. Мы всегда стараемся как можно больше урезать каких-то турниров, которые бы забрали у меня очень много сил, психологически и физически. Так как я всегда выступаю на все сто процентов. Трудолюбивая и хладнокровная Элина сейчас на пике формы и в свои 23 уверенно идет вперед. Эта часть характера, наверное, она поступательная. И она решает задачи от ступеньки к ступеньке, шаг за шагом, достаточно последовательно. Сегодня из рук главы области Элина Светолина получила государственную награду. Орден за заслуги третьей степени. Лучшая в Украине, пятая в мире. 12 блестящих побед на самых высоких турнирах теннисного тура. Но, конечно же, болеем, поддерживаем. И Элина так держать сегодня, Элина в хорошем настроении, с очень амбициозными планами сделает. И я уверена, что будет делать все для того, чтобы оправдать доверие болельщиков, тренерского состава, ну и, конечно же, родителей. Уже в августе Элина представит Украину на турнире в Монреале. Затем Китай, Сингапур и подготовка к самому важному – турниру большого шлема, который пройдет в Нью-Йорке в конце года. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Взрыв в многоэтажке в Кривом Роге. Три человека ранены, 40 остались без крыши над головой. Разрушен целый этаж. Что послужило причиной, в каком состоянии находятся пострадавшие, узнаем от Елены Миндалюк. После взрыва квартира превратилась в руины. Взрывной волной снесло стены практически по всему этажу. В окнах не осталось стекол. Люди рассказывают, все произошло около 9 вечера. Услышали треск, шум, начало все лететь, колыхался дом. И вот результат. На момент взрыва я был дома. Выскочил в подъезд сюда. Здесь было все в пыли, все там горело. Начал тушить. Начали забегать люди, начали бегать по квартирам. Поднимать завалы, искать людей пострадавших. Рвануло на восьмом этаже в квартире номер 150. Владельца неотложка увезла в больницу. Врачи говорят, жить будет. Пострадавший в результате взрыва. Приблизительно 30 лет. Находится в тяжелом состоянии в отделении Ожоково. Пострадало еще два человека. Соседка и девочка с 7 лет. Она в момент взрыва была на улице возле дома. После оказания первой помощи их отпустили на амбулаторное лечение. В квартире, где произошел взрыв, мужчина жил один. По словам соседей, он купил эту квартиру несколько месяцев назад. Чем вызван взрыв? Сейчас разбираются следователи по одной из версий. Это утечка газа. Но в компании «Криворожгаз» заявляют. Газа в квартире не было. Его отрезали за долги еще в 2016-м. Запаха газа не слышал никто. Я сам опрашивал вчера ночью. С соседей или жильцом этого дома. То есть выясняется, что это, как это. Однозначно сказать нельзя это. Газ, не газ, запаха не было. Газ добавляется до ранта, до запаха. Я думаю, все его слышали. То есть это довольно-таки неприятный запах. И если бы столько было газа, то слышал бы, наверное, весь дом. Пока газоснабжение дома не восстановили. Подают только воду и электроэнергию. Жители разрушенных домов временно отселили в общежитие. Семи семьям пообещали оказать материальную помощь. Елена Медалюк, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Контрабандные схемы на таможне должны быть остановлены. Владимир Гройсман провел совещание с руководством фискальной службы и нацполиции. По его словам, инициатива «Украина без контрабанды» уже приносит плоды. В частности, на 20%, а в некоторых случаях и на 80%, выросли поступления от растаможки товаров. Занижают таможенную ставку в основном на нефтепродукты. Премьер также попросил быть внимательнее к вопросу контрабанды леса. Месяц назад, я напомню, Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой. Теперь работу таможенников на границе контролируют также полицейские и силовики. Реально выкрито порушение на 2,2 миллиарда гривен. Это и до нарахования митной вартости, это занижение вартости товаров, это незаконное перемещение товаров, это перемещение товаров поза митным постом, это до нарахования контрагентам и выгоду набивачам. И коллеги, вопрос о контрабанде лесу, когда чипованный лес, кругляк, соответственно, что забороненный законом, экспортуется из Украины. Я считаю, что тут все службы недопрацовывают, або измолены в том, чтобы выпускать этот лес из территории Украины. Если вывезут лес как сыровину, мы понимаем, что никто не будет инвестировать в деревопроробку в Украине, не будет ни рабочих мест, ни чего. Украина лидер по незаконному экспорту древесины в ЕС. Это результаты исследований британской неправительственной организации AirSight. Эксперты подсчитали, что только в прошлом году из нашей страны незаконно вывезли леса на 1 миллиард евро. И это при том, что в стране действуют моратории на экспорт древесины. Нардеп Сергей Рудок считает, что это приведет к экологической катастрофе, в частности, к снижению уровня воды в реках, и предлагает ввести уголовную ответственность. В соцсети против Дональда Трампа. После встречи американского президента с Путиным интернет просто взорвался. Десятки тысяч лайков получают посты, в которых главу государства критикуют, и критикуют очень жестко. СМИ тоже не просто критичные в редакционных статьях обвинения в сговоре. Дмитрий Анопченко читал сегодняшние газеты и просматривал страницы соцсетей. Это было ожидаемо. Когда полстраны открыто говорили, что финскую встречу вообще не стоило бы проводить, то и просто в момент прямой трансляции из Хельсинки сыпались злые твиты. Тон задал Джон Маккейн. Эта пресс-конференция – самое позорное выступление американского президента на моей памяти. Продолжил Линдси Грэм, влиятельный сенатор и, между прочим, однопартиец президента. Ответ президента Трампа будет рассматриваться России как знак слабости и создаст намного больше проблем, чем их решит. Если взять сегодняшние газеты, то на каждой передовице фотографии из Хельсинки. Вот посмотрите, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times и такого количества критических публикаций со времен избирательной гонки не было. Сложно понять, чего достиг Трамп, пишет New York Times о результатах переговоров. Мол, нет никаких признаков того, что США получили хоть какую-то пользу. Президент Дональд Трамп стоял рядом с противником США и, похоже, был на его стороне, заявляет USA Today. И добавляет, каковы же интересы главы государства. А Boston Globe и вовсе написала, Конгресс должен разобраться и потребовать полный протокол любых записей со встречи Трампа и Путина, закрытой для всех, кроме переводчиков. Газеты не только и не столько делятся собственными мыслями и размышлениями, сколько формируют сейчас общественное мнение и наперед формулируют те месседжи, которые будут сейчас в речах противников Трампа. Разумеется, хватает и тех, кто Трампа поддерживает, причем безоговорочно, но смогут ли критики изменить страну? Первый срез общественного мнения уже сделали социологи. По данным Росмосон Репортс, каждый пятый сказал, что благодаря этой встрече через год отношения США и России станут лучше, чем теперь. Почти столько же уверены, что все наоборот ухудшится. А 42% американцев признали социологам. Думают, что между Вашингтоном и Москвой ничего не изменится. Что же касается рейтинга самого Трампа, то скандал на нем, на удивление, не отразился. Что до встречи в Хельсинге, что после нее, 33% американцев как полностью поддерживали действия президента, так и сегодня поддерживают. А 44% жителей страны, как полностью не одобряли все, что он предпринимает, так и сегодня не одобряют. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. О переговорах в Хельсинге высказался и Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов президент Украины отметил, что, по его мнению, Трамп не сдал позиции в отношении нашей страны. Он подчеркнул, что США по-прежнему считают аннексию Крыма незаконной. Если украинская тема не звучала на пресс-конференции, то это ничего не значит. Это не значит, по крайней мере, что этот вопрос вовсе не поднимался на данной встрече. Своё мнение о переговорах с российским президентом выразил и сам Дональд Трамп. Американский лидер считает, что его встреча с Путиным прошла даже лучше, чем с союзниками по НАТО. Об этом президент США традиционно сообщил в Твиттере. Дональд Трамп также считает, что СМИ не сообщают о встрече в Хельсинке именно в таком ключе. Спасти не значит принять. Власти Италии предъявили ультиматум европейским странам и только после этого пустили на берег спасенных беженцев. Все подробности узнаем от Татьяны Лугуновой. После нескольких дней ожидания им разрешили сойти на берег, корабль, на борту которого находились более 450 беженцев из Ливии, пришвартовался в порту сицилийского города Пацала. Власти Италии пустили корабль в порт только после того, как другие страны ЕС согласились принять его пассажиров. Разобрали по 50 человек. Спасенных в Средиземном море беженцев согласились приютить Германия, Франция, Мальта. Испания и Португалия. Остальных оставят у себя итальянцы. Переговоры с партнерами по ЕС итальянцы вели с субботы. Премьер страны отправил письма лидерам всех стран Евросоюза с просьбой принять у себя спасенных людей. Иначе они останутся на корабле. Дескать, это никакой не ультиматум, а справедливый и солидарный принцип распределения беженцев. Решить вопрос как можно скорее призывали и представители международных гуманитарных организаций. Мы глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы знаем, что на борту есть дети, подростки, ослабленные люди. Они перенесли тяжелое путешествие и до сих пор находятся в море. Мы призываем как можно быстрее высадить людей на берег. Тем временем беженцы продолжают прибывать в Европу по Средиземному морю. Только в эти выходные службы береговой охраны Испании спасли полтысячи человек. Более сотни из них дети. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. Доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин